Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл лекций по книге притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся к седьмой главе. Я напомню, что мы читаем книгу притчи в переводе Юнгерова. Он переводил ее с греческого, септуагинты. И мы сравниваем этот текст с текстом синодального перевода, который был сделан с еврейской Библией. Напомню также, что в храмах текст читается по-церковно-славянски. Церковно-славянский перевод тоже делался септуагинты. Именно поэтому мы к нему и обращаемся, потому что он ближе к тому, что вы можете услышать в богослужении. «Сын мой, храни мои слова, и заповеди мои сокрой у себя. Сын мой, чти Господа, и укрепись, и кроме Его не бойся никого. Храни заповеди мои, и поживешь, и слова мои храни, как зрачок глаз. Навяжи их на персты твои, и напиши их на скрижале сердца твоего». Такое традиционное начало, каждая глава практически начинается Соломоном именно так, как призыв к своему сыну, чтобы он хранил заповеди. И здесь он также еще подчеркивает, что хранение заповедей помогает человеку укрепиться. И тогда уже он способен, оказывается, никого не бояться, кроме Бога. Но действительно кажется, что исполнение заповедей трудно, и оно бывает трудно. Но в тот момент, когда человек соблюдает эти заповеди, его сердце укрепляется, и он становится все более и более способным к тому, чтобы творить волю Божию в мире, и бояться только его одного, и больше не бояться ничего. И хотел бы еще указать здесь на вот эту просьбу. «Слова мои храни, как зрачок глаз». Именно отсюда потом появляется в русском языке выражение «храни, как зеницу око». Далее третий стих «Навяжи их на персты твои». Вот это указание, нередко встречающееся, которое потом стало такой нормой для традиционных ортодоксальных иудеев, которые на челе и на руках носят свитки, маленькие специальные свитки с заповедями. Но здесь мы, конечно, понимаем их, вот эту заповедь, этот совет Соломона, понимаем не буквально. Понимаем его таким образом, что «Навяжи их на персты твои, и напиши на скрижале сердце твоего». Речь идет здесь о том, что человек становится добр не потому, что исполняет некоторый внешний закон, а потому, что этот закон исходит из его сердца. Но поместить закон в сердце можно только, если ты постоянно исполняешь его, если он для тебя становится нормой жизни. И тогда твое сердце склоняется к этому, и это становится для него нормой. «Да хранит тебя от жены чужой и лукавой, если она будет побеждать тебя ласковыми словами. Вот из окна своего дома она, наклонившись к дороге, увидела среди глупых детей юношу, лишенного ума, проходящего мимо угла по пути к дому ее, и говорящего в вечерней темноте, когда наступает ночное и мрачное успокоение. Вот встретила его женщина та в наряде блудницы, умеющая воспламенять сердца юноши, возбужденная и развратная, в доме не остаются ноги ее». И здесь Соломон описывает блудницу, возможную, которая совратит его сына. Но интересно, что сама ситуация, которую описывает Соломон, вот с 5 по 9 стих, она несколько иначе описана в синодальном переводе. Напомню, что здесь, в этом тексте, сама блудница выглядывает из окна своего дома, склоняется к дороге и видит, ну, вероятно, может быть, речь идет даже о втором этаже, если она склоняется к дороге и беседует с юношей, или, может быть, окно это высокое. Но смысл в том, что вот в толпе молодых людей она видит юношу, который еще неразумен. Среди глупых детей увидела юношу, лишенного ума. Конечно, речь не идет о том, что он слабоумный или сумасшедший, речь идет именно о том, что он еще не разбирается в жизни, он еще не понимает, как надо жить, он не тверд в путях своих. И она начинает его звать. Если мы обратимся к 7 главе, к 6 стиху, то здесь мы увидим. «Вот однажды смотрел я в окно дома моего, сквозь решетку мою». Это говорит сам Соломон. «И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу». То есть это он заметил, сам Соломон. «Переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее». То есть продолжается идея, высказанная в 5 стихе. «Скажи мудрости твоей, ты сестра моя и назови родным братом разум, чтобы они охраняли тебя от жены другого, чужой, который умягчает твои слова». И дальше он описывает, как будто он выглянул в окно и увидел, как этот юноша идет к этой блудливой женщине. Сложно объяснить, почему вот такое смысловое расхождение, но дальнейший смысл однозначен. Эта женщина встречает его. Она выглядит, да, как развратная, в наряде блудницы, и она умеет воспламенять сердца юношей, возбужденная и развратная. В доме не остаются ноги ее. То есть она не бывает, не живет в своем доме, но все время ходит по чужим домам, ходит по улицам, как развратная женщина ведет себя. «Некоторое время вне дома бродит, а некоторое время на площадях у всякого угла строит оковы». То есть улавливает людей. И вот 13 стих. «Потом обнявши, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, «Жертва мирная у меня, сегодня я исполняю обеты мои». То есть эта женщина увлекает этого юношу, прикрываясь мирной жертвой. То есть религиозным ритуалом, исполнением жертвы. И она зовет его участвовать в принесении этой жертвы. «Поэтому, — говорит она, — я вышла навстречу тебе, тоскуя по тебе и нашла тебя». Но далее, конечно, она открывает суть своего поведения. Она говорит, «За навесы устроила у постели моей, устала, устлала пушистыми коврами египетскими, шафранами посыпала ложе моё, а дом мой корицию. Прийди, будем упиваться нежностями до утра, иди насладимся любовью, потому что мужа моего нет дома, он отправился в дальнюю дорогу. Много серебра взял с собою, и домой придёт нескоро». Вот такой прямой, прельщающий текст, завлекающий этого молодого юношу, который ещё не знает, как себя вести и как должно обращаться и общаться с такими женщинами. Она говорит ему открыто. То есть здесь мера её бесстыдства поразительна, потому что несколько стихов до этого, буквально несколько слов до этого, она звала его для совершения мирной жертвы, для совершения акта богообщения, который был возможен для того, который был возможен для израильтян того времени. То есть она совмещает, она говорит, «Идём, помолимся, и я приготовила дом для разврата». Действительно, может быть, одно из самых страшных явлений нравственной жизни оказывается как раз одним из самых страшных явлений нравственной жизни, оказывается как раз не просто развращённость. Потому что если человек не знает, как себя вести, если он вырос в развратном и нечестном обществе, если вокруг себя он видел блуд и нечестие, то как он может быть полностью в этом виновен, если он мог сделать только одни выводы из того, что вокруг него находится, что это нормально. И он просто продолжает такую же жизнь. Но в сегодняшнем чтении вот в этом мы видим женщину, которая совмещает нормы религиозной жизни и жизнь развратную. Вот когда человек внешне ведёт благочестивую жизнь, когда он внешне ведёт жизнь религиозную, но внутренне, и не просто внутренне в сердце, а в другой части жизни своей, такой неофициальной, в личной, в интимной, оказывается развращённым, вот это совмещение веры и развращённости, пожалуй, одно из самых страшных. Потому что человек, который вообще не знает, как себя вести, он может обновиться через то, что узнаёт веру. Она может открыться ему, и он, как, например, Мария Египетская и многие другие, как, скажем, та блудница, которую привели ко Христу, и которая потом умывала слезами его ноги, он может покаяться и изменить свою жизнь. Человек, который уже живёт религиозной жизнью и позволил себе совершенную развращённость, позволил себе измену супругу, позволил себе другие мерзости, он очень сложно уже может обернуться к Богу, потому что вся религиозная жизнь, оказывается, им уже исполнена, и он, его совесть совершенно огрубела. Продолжительной беседою, Саламон продолжает. Продолжительной беседою прельстила его, сетями уст своих увлекла его в распутство. И он, обьюродив, пошёл за ней, как вол идёт на убой, и как собака на цепь, или как олень, поражённый стрелою в печень, спешит, как птица в сеть, не зная, что идёт на погибель. 22 стих здесь звучит так. «Тотчас он пошёл за нею, как вол идёт на убой, и как пёс на цепь, и как олень на выстрел». Здесь нет этого слова «обьюродил», но подразумевается, конечно, что он как бы совершенно потерял рассудок и идёт на погибель. Вот очень красивые образы животных, да, вот как птица, которая летит в сеть, и она ещё не знает, что она уже погибла в этой самой сети. «Итак, теперь слушай меня, сын, и внимай речам уст моих. Пусть не склоняется сердце твое на пути её. Не блуждай по стезям её, потому что многих она повергла ранеными, и без числа убита ею. Дом её, пути в ад, низводящие в жилище смерти». Поразительное, вот такое указание, поразительные слова Соломона. Он говорит, многих она повергла ранеными. То есть это не убитые, конечно, не совершенно павшие, не какие-то такие окончательные грешники, но люди, нравственная жизнь которых серьёзно пострадала. И что приходится делать раненым? Раненым приходится лечиться, раненым приходится долго заботиться о здоровье, и они не могут вести полноценную жизнь. Вот то же самое происходит с человеком, который не умер от греха в духовном смысле, но который поражён этим самым грехом так, что полноценно религиозную жизнь вести не может. И дом её, пути в ад, низводящие в жилище смерти. Тоже такой традиционный образ того, что человек согрешивший сам себя низводит в ад, в преисподнюю и смерть. Да избавит нас Господь от этого. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова